Вчера мы объехали весь Стюарт Нэшнал Парк, съездили в Кэмерон-Кона, это точка в которой сходятся три штата, Куинсланд, Южный Уэльс и Южная Австралия. И после этого мы собирались поехать дальше на север, но набежал небольшой шторм, дорога превратилась в месиво, мы повернулись обратно в городок, в котором останавливались в прошлую ночь. Эти 40 километров нам пришлось ехать порядка двух часов. Добрались до той же стоянки, где стояли в прошлую ночь, готовили ужин и легли спать. Ночью вода в ручье поднялась на полтора метра, пришлось сдвинуть немного машину. Но самое интересное, что утром нам сказали, что дорога закрыта и на север и на юг, все пути отрезаны. Сегодня тоже обещан дождь и завтра дождь. Пока не просохнет дорога, ее не откроют, она просто не проезжает. Так что сегодня есть куча времени, связи тут нету, интернета нету, но есть компьютер, на котором можно сверстать это видео. Если получится, сверстаю и когда найду интернет, выложу. Ну а кокуовать нам по крайней мере двое суток здесь. Ну будем кемпинговаться. В четырех километрах находится небольшой городок Тибубарра. Может быть вечером сходим туда на дискотеку, так сказать, в паб. Там есть паб, должен работать. Есть какой-то магазинчик, если вдруг закончится запас продуктов. Вода есть, продукты пока есть. Мухи только мучают. Но ничего не поделаешь, в Австралии это главная беда. Кроме того, здесь какая-то есть тропа, можно пройтись по ней. Сейчас походим. Вот первое солнышко выглянуло, сейчас второй час. Вытащила солнечную батарею, чтобы заряжать аккумулятор, поскольку все нужно заряжать. Кенгуру явно запутался в заборе, застрял, и его склевали птицы. Апокалипсис. Ну вот второй день. Ждем с моря погоды. Все дороги закрыты, и мы изолированы от цивилизации, так сказать. Сколько еще ждать, непонятно. Ну, будем ждать. Запас есть. Немножко окончается запас газа, поэтому переходим на натуральное топливо. Решили экономить газ. Переходим на натуральное топливо. Щепки. Ну, на таких щепках работает печка. Если совсем плохо с щепками, перейдем на кенгуриный навоз. Самое главное, что от этой печки можно заряжать телефон. У нее есть выход USB. Можно воткнуться и заряжать. Правда, весь лес надо тут сжечь, чтобы зарядить. Решили выбраться в деревню. Во-первых, хлеб заканчивается. Во-вторых, надо узнать новости, что там с дорогой. Ну, и в-третьих, надо посмотреть, что за городок. School of the Air. Звучит, как будто летная школа. На самом деле, Air означает, что они учатся по эфиру, по радио. Учителя сидят в Брокнхилле. И по радио перекличка. И каждому ученику дают задание, что делать. Младшие классы все сидят вместе. И у них есть учительница. А уже старшеклассников учат по радио. Вот такая школа. Чудеса. А вот местный кинотеатр. Вот по количеству стульев можно судить о количестве людей, живущих в этой деревне. Говорят, что завтра с утра попробуют открыть дорогу пробно. Хлеба мы купили замороженного. А яйца уже в магазине кончат. Ну, пойдем пройдемся по тропе тут местной. Даже трудно представить, что могло привезти сюда людей 150 лет назад в эти абсолютно бездыханные места. Первым исследовал это место Стюарт. Вместе с экспедицией он тащил сюда целый корабль. Он рассчитывал, что в центре континента должно быть какое-то море. Но моря тут не оказалось. Через несколько лет после его экспедиции эти места посетили Берг и Уиллс. Если вы знаете, они шли от Аделаиды на самый север Австралии. И буквально через 10-15 лет тут появились люди и стали осваивать эти места. Но сказывалась нехватка воды. Как видите, здесь воды нет, кроме дождевой. Но тот сильный дождь, который прошел вчера, он идет раз в полгода в год. Поэтому сколько соберут воды, столько воды и будет. Но в любом случае, места эти не очень-то предназначены для жизни. Кроме проблемы с водой, была проблема с медициной. Но в современном мире кое-как это решилось. В деревушке Тибубара, который находится недалеко отсюда, есть госпиталь. В нем работают две медсестры и менеджер. На самом деле, если проблемы есть какие-то со здоровьем у местного населения, которых тут не так и много, то прилетает самолет, так называемый Flying Doctors Royal Service, то есть летающие доктора. Прилетает самолет, забирает пациента и его везут в Брокон Хилл, в ближайший город. Это 330 километров отсюда. Вот такая вот тут интересная жизнь. Несмотря на то, что дорога в ужасном состоянии, ее открыли в пробном режиме. Поэтому пора текать отсюда. Тут что-то явно не так. Только что машина перевернулась. Самое страшное, что у машины в этой не остановишься. Если остановишься, уже не тронешься. Я вот останавливался в километре, пришлось бежать. Вроде людей нет. Но только что случилось. Причем ехал оттуда. Людей нет, вещи вытащили, значит вылезли. Дверь открыта. Аварийка работает, воняет бензином. Надо, наверное, сваливать отсюда поскорее. Вот кому тяжело. Вроде выехал. Выдел, наверное, минут 40. Представляете, висит в обратную сторону знак, что дорога уже закрыта. Так что мы успели. Тучи ходят хмуро. Нам уже все равно. Мы на асфальте. Остановились, вот увидели какой-то камушек. Ну, проехали мы самую страшную дорогу. Дождь наконец-то перестал. Дальше уже идет асфальт. Вот уже и техника потянулась восстанавливать дорогу. Ладно, держим путь на Broken Hill. Большой город. Там вода, еда и всякие разные ништяки. Вот тут прямо в городе обнаружился вот такой туалет. А в этом туалете есть души с горячей водой. Поэтому я вот взял барахло. Сейчас искупаемся. Все бесплатно. Как ни странно. Горячий водой. Теплый душ после нескольких дней в пустыне. Я думаю, что так же чувствует себя новая копейка. Выходящая с конвейера в печатом дворе. Ну вот, искупались сами. Надо теперь постираться. Нашли на гугле стиральную машинку по монеткам, которая стирает. Сейчас пойдем постираемся. Большая ценность поездки. Стиральный парашют. Даже есть полосталка. У нас есть 35 минут. Теперь нам еще надо накупить продуктов. И залить воды. И можно ехать дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Александрова Корректор А.Егорова Продолжение следует...